В свете событий, связанных с устранением лидеров русской весны, тех, которые пытались освободить Украину не только от фашистов, но и от капиталистов в целом, не кажется ли вам, что устранение этих людей, выросших из простых полевых командиров, могло быть выгодно не только украинской стороне, но и нашим барыгам и олигархам? Да, конечно, кажется, но и ничего тут удивительного я не скажу, это не только мне же кажется, конечно, кажется, но представить себе, знаете, у меня есть несколько знакомых, которые там сидят и с которыми мы периодически разговариваем или разговариваем, когда они в Москву приезжают, вот, и мы говорим о том, а могла ли там сложиться социалистическая Новороссия? Могла ли там быть другая ситуация? Могла ли там появиться такая Донецкая, Луганская Куба, небольшая, при том, что со всех сторон, и с украинской стороны, и с российской стороны, эта Куба была бы окружена совершенно другой враждебной средой? И среда эта, и с украинской, и с российской стороны неминуемо обязательно воспринимала бы этот проект, новороссийский проект, как угрозу себе, потому что если там получилось сделать что-то похожее на справедливость, а завтра захочется сделать в Москве, или завтра захочется сделать в Киеве, ну, конечно, это никакому олигарху не понадобится. Все, что мы знаем о происходящем там, говорит о том, что олигархи предприняли немало усилий для того, чтобы вышибить, выбить эту социалистическую повестку полностью из оборота в ЛНР и ДНР, и восстановить влияние олигархов и там, и там. Но можно ли было бы этому воспрепятствовать каким-то образом? Те вооруженные отряды, которые там возникли, могли ли они действительно, взяв власть, там устроить какую-то революцию, с которой началось бы победное шествие советской власти в сторону Киева или Москвы? Да нет, конечно, не могло бы этого ничего случиться. Поэтому судьба Донецка и судьба Луганска и судьба Киева в значительной степени, а может быть и полностью, зависит от того, что будет происходить в Москве, и какая власть, и какая модель восторжествует у нас, в России. И только в наших руках будущее сейчас обеих Донецких республик и Украины тоже, я в этом уверен. Потому что если мы поворачиваемся сейчас к фашизирующейся Украине, фашизирующимся нашим, собственно, фашизирующимся боком, то это ничего, кроме нового кровопролития, родить не может. Это может привести только к бессмысленной и кровавой войне, к братоубийственной бойне. Если же борьба с фашизмом на Донбассе будет вестись под лозунгами восстановления социальной справедливости, то только в этом случае, во-первых, эта борьба может иметь шансы на успех там, а во-вторых, эта борьба может иметь шансы на то, что сколыхнутся массы на самой Украине. Потому что если ты говоришь, что, ребята, я хочу вместо Порошенко, вместо Коломойского предложить вам Абрамовича или Прохорова и русский патриотизм, замешанный на Матилле и на Маннергейме, то в ответ ты можешь увидеть только автоматное дуло и ничего больше, потому что никто не захочет менять свое родное жовто-блокитное шило на такое мыло.